Здравствуйте! В эфире новости на Днестр ТВ. Главные темы выпуска. Перспективы взаимодействия Приднестровского и Воронежского госуниверситетов. 300 лет назад Швеции управляли с берегов Днестра. Разница небольшая. В апреле прошлого года между ректором госуниверситета Приднестровья и руководством Воронежского государственного университета было заключено соглашение о стратегическом партнерстве. Потенциальные перспективы взаимодействия вузов обсудили в режиме интернет-конференции. Обсуждалось несколько вариантов сотрудничества, прежде всего в сфере подготовки научных кадров. Масштабная композиция, посвященная 300-летию шведского присутствия в Бендерах, открылась в пороховом погребе Бендерской крепости. Выставку Шведского королевского музея оружия открыли посол Швеции в Молдавии Ингрид Терсман и глава госадминистрации Бендер Юрий Гервозюк. Разрезая желто-синюю ленту цветов шведского флага, Ингрид Терсман сообщила о своей уверенности в том, что этот проект даст новые интересные результаты и прольет свет на тот период, когда Швеции на протяжении четырех лет управлялись с берегов Днестра. Глава города также отметил значимость этого события и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Рыбнице и в Бричанах Такие продукты питания, как картофель, творог, рыба. С небольшой разницей в 5-6 леев рыбничане переплачивают за капусту, лук, фасоль и домашнее яйцо. Мнение рыбничан по поводу разницы цен на продукты питания разделили. Как вы думаете, у нас на рынке дороже продукты стоят, чем в Молдове? Ну, честно сказать, в Молдове не интересовалось, но я думаю, не дороже. По-моему, цены одинаковые. Просто в зависимости от того, как они закупают продукцию, по какой цене. Думаю, что дешевле. Потому что у нас заработок повыше в Рыбнице. Немножко. В Молдове дороже. Вы об этом знаете наверняка? Да, это я знаю наверняка, да. В Молдове дороже. Да, знаю. Мой брат там живет, я сама с Молдавией, и я знаю. Не знаю, я в Молдове очень редко бываю, поэтому не могу сказать. Но летом в Молдове было дешевле мяса, и мясо птицы, чем в Рыбнице, чем в Кирасполе. К другим новостям. Камрадские муниципальные советники лишили помещений местное представительство оппозиционной партии коммунистов. По словам заместителя мэра Лидии Градинар, в адрес Камрадской примарии поступило обращение со стороны первого заместителя, Башкана Валерия Янеогла. Он попросил руководство города предоставить исполкому помещение, в которое смогут перейти работники Главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей. На это обращение чиновники Камрадской примарии отреагировали и провели анализ свободных помещений. Выяснилось, что партия коммунистов в течение года не оплачивает арендную плату за свое нахождение в здании, поэтому партию обязали до 15 февраля освободить помещение и закрепить его за управлением экономического развития, торговли, сферы обслуживания и внешнеэкономических связей, сказала вице-мэр. За это решение проголосовало большинство советников. Полиция Молдовы арестовала врача психоневрологического интерната в городе Бельце, который подозревается в изнасиловании семи пациенток на протяжении двух лет. 50-летний мужчина был задержан после того, как на изнасиловании лечащим врачом пожалась 40-летняя пациентка, инвалид второй группы. В ходе психиатрической экспертизы выяснилось, что умственные способности женщины в порядке. По данному случаю было возбуждено уголовное дело. К настоящему времени полиция получила еще 6 жалоб на изнасилование этим врачом от разных пациентов из того же медучреждения. Женщины заявили, что врач подавлял их психологически, угрожая перевода в корпус с более строгим режимом в случае неподчинения ему или жалоб на изнасилование. Таким образом, полиции было установлено 7 потерпевших. Против подозреваемого выдвинуто обвинение в изнасиловании. Самый длинный кот в мире, который благодаря своим размерам попал в книгу рекордов Гиннесса, скончался в штате Невада, США. Как выяснилось, 8-летний Мэй Кун по кличке Стюэ скончался от рака, с которым боролся на протяжении последнего года. Длина животного превышала 4 фута, 1,2 метра от носа до хвоста. Представители книги рекордов Гиннесса пока не сообщили, кому теперь принадлежит титул самого длинного кота. Предшественником Стюэ был Мэй Кун Лео, живший в Чикаго и умерший несколько лет назад. Это были все новости на сегодня. До завтра на Днестер ТВ.